Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сейчас выкатываем из ангара объект 907, который выставили на продажу по, как я уже понимаю, стардантизированному ценнику в 35 долларов для десяток. То есть, вне зависимости от того, что это до десятка, насколько новая машина, насколько она фановая, прикольная, нагибающая, то есть, ну, вне зависимости от того, вообще, что продается на десятом левеле, все продается за 35 баксов. И наборы, честно говоря, тоже абсолютно стандартизированные, то есть, вот, допустим, 268 дробь 4, видим, да, набор как выглядит, здесь видим то же самое, только, соответственно, камуфляж другой. Короче говоря, ребят, 907, 35 долларов, это очень, очень кусающийся ценник на данную машину. В набор входит X5, но исключительно на объект 907, слот в ангаре, без которого никуда не деться, открытое оборудование, которое, да, на десятом левеле, действительно кусается своим ценником по серебрянде. Так что, вот это действительно спасибо вам большое, что хотя бы не голую машину, как говорится. Аватары я вообще не оцениваю в игре, это глупость редкостная, по моему скромному мнению, которая в целом, ну, практически никому не нужна. Но только каким-то совсем фановикам, которые готовы отдавать реальные бабки, либо голдун за какие-то украшения в игре. Такие есть, ребят, вопросов к вам никаких не имею, каждый фанится так, как хочется. Ну и, соответственно, если вам нравятся аватары, да закупите вы сколько угодно, это исключительно ваше дело, поэтому не воспринимайте на личный счет. Это исключительно мое субъективное мнение о том, что аватар, конкретно, да, вот какой-то там суперлегендарный камуфляж, как правило, это не более чем украшение. Оно ничего не решает, оно ничего не изменяет, не добавляет вам в ТТХ, не добавляет вам шансов на победу, не добавляет вам к вероятности подрыва БК кому-то и так далее. Это просто украшение. И платить за украшение, ну, здесь как бы уже у каждого свой карман. Поэтому, честно говоря, ну, я лично не понимаю. Наверное, карман не настолько широк. Ладно, дело такое, дело, как говорится, на любителя, на вкус и цвет товарища нет. Что касается объекта 907, я был очень сильно удивлен, но уже не первый раз, когда мне сказали о том, что ГСНчик, там, под другими видео, начали писать в комментариях, что, мол, появился объект 907 на продаже, можешь заснять видео, показать машину, какая она стоит, не стоит и так далее. Я вам скажу так, ребят, безусловно, коль машина у меня есть, я рад только помочь. Выкачу машину из ангара, обязательно покажу такой, какая она есть. В средних руках я не скиловик. Единственное, чего, ребят, у меня на сегодняшний день на канале уже порядка 400 честных обзоров на технику. И эти обзоры, они, в принципе, постоянно обновляются. И в любой случае, если машина есть у меня, вам достаточно просто поставить на поиск на моем канале видео, просто по названию, допустим, там, танка, либо какого-нибудь набора. Ну и, соответственно, вы увидите этот обзор. Я говорю просто, ребят, к тому, что на канале очень много всего. Если вы не подписаны на канал, заходите, подписывайтесь, ставьте палец вверх, лайк видосу, ну и обязательно нажимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропустить выход новых видео. Так, теперь, что касается 907. Есть, безусловные, плюсы у данной машины и есть, безусловные, минусы. Что касается безусловных плюсов, машина очень бодро перезаряжается, прям очень бодро, 5,5 секунд, ну прям красота. Вот этот товарищ, конечно, уснул, поэтому на нем мы сейчас сделаем два шота с нанесением урона нам в копилку. Не совсем честно им, честно говоря, будет заработанный урон, но почему бы и нет. И так тоже нормально, так тоже сойдет. Теперь, что касается точности. На средних и близких расстояниях орудие отыгрывает вполне нормально, все хорошо, вопросов, как говорится, к нему нет абсолютно никаких. А вот на дальних расстояниях, ребят, будьте готовы к тому, что снаряды абсолютно случайно начинают улетать туда, куда ты их не отправлял и где ты, в принципе, не планировал, чтобы он очутился. Поэтому, ребят, будьте готовы к тому, что вы не всегда будете попадать прям в пиксель, в который вы целились. Какие еще плюсы есть по машине? Довольно неплохая подвижность назад. В целом машинка назад, как я говорю, ракует, очень себе даже комфортно и приятно. По углам склонение орудия вниз. Ну вот, как вы видите, очень нормально таки себе даже склоняется. И принимая во внимание наличие брони вокруг орудия, то в целом порой отыгрываешь довольно неплохо. Но даже на вот этом вот склоне уже ощущается определенного рода дискомфорт. Поэтому не прям уж на 100% хорошее склонение орудия. Просто говорю к тому, что бывает, ребят, и похуже. Что касается того, как я играю на 907. Я стараюсь на 907 отыгрывать максимально осторожно. Потому что все-таки, если вокруг орудия, да, вот вокруг орудия, броня, особенно с учетом привиденки, еще есть, то в корпусе, ребят, брони уже нет. И, соответственно, будут вас, ребят, разбирать, ну, со страшной силой, как говорится. Ну, вот, допустим, сейчас Минотауру вполне спокойно, понятное дело, закинул мне в верхний бронелист. Хотя, ребят, в верхнем бронелисте 200 единиц брони, ну, правда, с учетом привиденки. Сейчас я находился на возвышении. И при этом, ребят, мне все равно залетело. То есть даже с учетом того, что я находился в какой-то такой позиции, там, где привиденка должна быть еще больше, Минотауру, понятное дело, вполне спокойно меня прошил, в принципе, как гвоздем картон пробивать. Поэтому, ребятушки, на машинке играть необходимо все-таки осторожно. Не пытаться куда-то залезть прямо на передовую линию. Пытайтесь отыгрывать хотя бы на второй линии, на третьей линии. Идеально отыгрывать с учетом не сильно хорошей живучести машины. Но при этом всем, ребят, будьте готовы к тому, что вы не совсем точно, как я уже говорил ранее, будете стрелять в соперников. По скорости передвижения по карте вопросов абсолютно никаких не имеют. И вполне спокойно, как для СТшки, с нормальной крейсерской скоростью передвигаешься по карте, переезжаешь, заезжаешь куда-то в тыл. Ну, короче говоря, делаешь что-то толковое, нормальное в бою. Что касается результативности машины. Я сейчас не могу похвастать прям совсем большим уроном, который я набросал, но могу сказать откровенно, более 2000, по-моему, то ли 600, то ли 700 по данной машине я не делал. Вот как я не старался, разве что он может подфартить, если кто-то вот уснет и ты будешь накидывать в него. А так, в целом, ездить, добирать недобитков, да, окей, вопросов нет, альфа позволяет плюс-минус. Ну, короче говоря, машинка, знаете, на очень-очень такого любителя средних танков вот с таким вот геймплеем. Три товарища, отправленных в ангар, но с минимально нанесенным уроном. По результативности команды, так чтобы вы понимали, мы занимаем среднячок. И, честно говоря, объект 907, он, в принципе, вот так вот среднячком и играется, если у вас средней прямоты руки. То есть, я говорю к тому, что если вы не скиловик, если вы обычный игрок, у которого там в районе 50% побед, то вот вы будете где-то постоянно танцевать в пределах середины списка. Ну, в лучшем случае подниматься где-то там на второе место по количеству урона. Это вот прям совсем в лучшем случае. Ну, а что касается первого места в команде по урону, да, абсолютно без вопросов, но только в прожившем бою, когда все остальные ваши союзники находятся существенно, ребят, ниже. Что касается фарма, давайте посмотрим. У меня, правда, было активировано все, что только можно было активировать еще с прошлых лет. Короче говоря, вот 68, ребят, с учетом того, что у меня были бустеры кредитов. Без бустеров кредитов 30 тысяч чистоганом. Был бы прем, было бы 83, но опять-таки с учетом бустеров. Поэтому, ребятки, машинка не фармищая. Машинка в чем-то фановая, но далеко не имбовая. И теперь возвращаемся к ценнику в 35 баксов. Скажу откровенно, я свой объект получил бесплатно из снежного шара. И да, ребят, для тех, кто хочет написать в комментариях по поводу того, что я не показал ТТХ по танку там и так далее, в пределах видео была ссылка на обзор на данную машину. Заходите, смотрите, там есть обсуждение ТТХ по машине. А сейчас просто была катка ознакомительная и не более того. Так вот, ребят, возвращаясь к теме, я получил его бесплатно из снежного шара. И скажу вам так, как для халявы самое то, что надо. Тем более, что это 10 левел коллекционка. Вопросов нет. Что касается реальных денег. Я считаю, что разработчики с 35 баксов, безусловно, ну как бы немножко загнались. Уж, ребят, не простите, не обижайтесь разрабы. Но по-честному. Машина, которая продается там, грубо говоря, 10 левел и танцует, начиная от 17,5 тысяч золота и заканчивая там 25 тысячами за новые какие-то аппараты, но не может в реальных деньгах стоить 35 долларов. То есть, объективно, данная машина нормальный ценник такой вот прям потолковый для реальных денег баксов 20. Окей, хорошо, может были бы желающие задонатить и купить. Что касается стоимости в голде, но я думаю, что в целом, ребят, в машине цена в лучшем случае 1015. Ну, не обижайтесь, это вот просто, если в магазин ее выставят за 15 тысяч золота, то тогда уже стоило бы задумываться, покупать или не покупать. Это мое субъективное мнение, напишите в комментариях обязательно свое, потому что есть ребята, которые хотят основывать принимаемое ими решение о покупке или не покупке какого-то товара в магазине. Не только на моем мнении, но и основываться еще и на мнении других ребят, которые обладают техникой, ну и, соответственно, могут поделиться своим субъективным мнением, за что я лично буду только благодарен. Ну, а на данный момент, ребят, у меня все, всех благ, всего хорошего, приятных покупок, мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!